всем привет сегодня я расскажу о своих покупках покупки были уходовых средств и давайте посмотрим что же я такого купила для волос я приобрела шампунь шамту я когда-то давно пользовалась такой фирмой я не помню какие мне именно нравились шампуни от шамту но были такие которые очень делали слишком большой объем вот эти именно шампуни которые направлены на объем были они мне не нравились потому что у меня получалось копна волос они у меня и так густые и так объемные в принципе то у корней конечно не очень но они тогда становились и у корней пышные и здесь пышные и я ходила просто как лев такая вот такой копной волос на голове в общем мне это не нравилось я как-то потом забросила эту фирму перестала ею пользоваться и вот решила что-то из вот такого этакого попробовать опять здесь тоже написано 100 процентов объем здесь 380 миллилитров да он неплохо промывает кожу головы у корней волосы не приподнимаются за счет объема который здесь указан они просто становятся чистыми и такими вот очень легкие становятся вот за счет этого в принципе кажется что есть объем это как бы не особо заметны за счет того что он хорошо промывает кожу головы когда на кончике смывается вот эта пена кончики очень высушивают еще есть у меня маска маска пленка очищающая защита от угрей green мама это серия улетай для проблемной кожи подростковой даже кожи я бы сказала я кстати вылаживала фото вконтакте когда я делала эту маску и это был не первый раз у меня конечно очень расширенные поры вот в этой области вот носогубные складки нос лоб вот именно вот здесь вот на подбородке немножко расширенные поры и вокруг рта я в принципе для этого и приобретала такую маску я давно хотела что-то попробовать от green мама я хотела именно весь комплекс средства для умывания тоник маски всякие крема но что-то меня как-то не впечатлили отзывы людей и вот решила попробовать маску расскажу про маску маска это пленка еще раз повторюсь применять два раза в неделю можно на очищенное лицо распределяете ее равномерно и ждете там сколько 20 минут но я жду именно до полного высыхания она такая липковатая даже когда подсохнет она все равно такая липковатая я просто смотрю что у меня местами уже по краям к примеру начинает подсыхать и отходить тогда я уже в принципе могу снимать полностью маску иногда время засекая иногда вот просто до высыхания потому что бывает такое что я наношу маски и сижу долго долго что на волосы что на лицо особенно 20 минутные я не парюсь просто если я их передержу ничего страшного потому что эти маски уже после 20 минут они ничего не делают мои впечатления впечатления первые были неплохо потому что опоры сузились мне нравится что это пленка еще вот с носа выдирает вот эти вот всякую бяку там черные точки конечно такие черные точки которые уже засели глубоко она не выдернет их а вот именно такие мелкие мелкие какие-то такая вот мелкая парша можно сказать она ее выдирает в принципе маска неплохая но а так как у меня кожа не молодая я скажу как бы не пятнадцатилетняя то мне этой маски как-то маловато посоветовать могу ее действительно вот девочкам с 12 лет может быть даже раньше кто как начинает ухаживать за своей кожей я вот начала ухаживать поздно за своей кожей поэтому я не знаю как кто когда начинает но могу посоветовать на ранний возраст до где-то наверное двадцати двух лет вот так вот вот эта маска подойдет еще я так вдохновилась всякими пенками попробовала от arco и захотелось мне попробовать от неве кстати это идет для чувствительной кожи пенка для бритья обеспечивает гладкое бритье защищает кожу от покраснений действительно у меня бывает такое когда наносишь какой-то крем на тело либо бальзам лосьон неважно просто какие-то покраснения местами есть и чтобы этого избежать в принципе вот это средство и сделано для этого нежная текстура нежная пенка намного нежнее чем вот эти вот обычные пенки она действительно такая практически не ощутимая на коже после нее ножки очень гладкие не знаю мне очень понравилось вот это вот средство я не помню правда сколько она стола ну что-то не знаю в районе 20 гривен по моему что-то такое я ее приобретала в сети магазином store вот такое нежное средство я в принципе довольна им могу девчонки порекомендовать у кого нежная кожа такая действительно может быть чувствительна запах такой же как у всех пенок мужских пенок немножко вот мужская нотка вот это запахе присутствует здесь запах очень деликатный он такой тонкий он конечно остается на какое-то время на коже но потом быстро выветривается мне за счет этого он и нравится потому что не хочется мужскими какими-то ароматами пах и еще я вдохновилась такими вот дезодорантами увидела множество блогеров которым при предоставляли на обзор по моему там или в качестве подарка косметику горенье по моему там еще что-то было меня заинтересовали именно только вот такие вот дезодоранты антиперспиранты потому что я довольно таки давно уже не пользуюсь такими средствами и есть конечно антиперспирант от невее но как-то он меня особо не защищает и для этого я покупала зарубежный антиперспирант который может удерживать путовыделение до четырех дней она тоже неплохое но зимой особо пользоваться неудобно а на лето я думаю будет самое то но мне как-то вот нужно было такой период весна там вот осенний к примеру период зимний я не знала что такое выбрать но вот увидела у девчонок видео и решила да хочу 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 да нужно попробовать приобретала я его в торговом центре простор и почему приобрела этот потому что он был один единственный других запахов не было этот запах насколько я помню он по моему либо без запаха идет но запах какой-то присутствует обычным антиперспирантом пахнет да это по моему идет без запаха если я не ошибаюсь потому что здесь не написано просто написано без спирта мгновенно впитывается в общем здесь даже есть инструкция как нужно применять но действительно дезодорант неплохой стоимость его 20 гривен еще на прозапас я взяла бальзам для губ бальзам от невея pure natural с мед и молоко это мой любимчик зимой 48 грамма сам бальзам нравится и его свойства то что он делает с моими губами и еще увидела вот такой вот бальзамчик от fresh juice бальзам для куб sweet cherry almond blossom сладкая вишня и миндальный цвет делает губы ароматными и нежными здесь 15 миллилитров такая жестяная баночка у меня раньше в такой баночке был от зеленой аптеки бальзам по моему с медом запах конечно у него очень вкусненький такой сладкая вишня действительно сладкая вишня такой пахнет но немножко химозной потому что вот это вот химозность немножко бьет в голову хотя я этот запах именно сладкой вишни очень люблю он такой прям с кислинкой немножко даже мне нравится но вот химозность это немножко отталкивает и я не думала что он опять же такой по свойствам и по вкусу как от зеленой аптеки я просто тем бальзамом перенасытилась был можно сказать мой первый бальзам который я приобрела с знакомством youtube вот этот вот вкус вазелина потому что в основу здесь входит вазелин вкус вазелина вот этот и перемешку с вот этой отдушкой с каким-то вот этим вкусом таким полусладким меня просто настолько потом тошнило от этого и я его не допользовала я я его просто выбросил я не думала что этот бальзам тоже будет именно такой я думала может быть методом проб и ошибок они что-то может быть изменили в составе но нет нанося на губы я поняла что нет это не мое свойства его неплохие за то время сколько я им попользовалась там пару дней его потестировал легкая текстура наносится на губы как водичка практически неплохо увлажняет бальзам неплохой но тот кто не любит именно запах и вкус вазелина не советую серьезно еще я приобретала эфирные масла решилась приобрести апельсиновое и лимонное тоже от ароматики у меня я давно хотела такие масла но не знала нужны ли мне и для чего они вообще нужны в общем почитала я в интернете и решила приобрести в принципе честно вам скажу вот эти вот два аромата они очень цитрусовые такие вот прям это ну как натуральный лимон именно цедра лимона пахнет это именно как цедра апельсина пахнет честно вам скажу я вот этими двумя эфирными маслами пользуюсь даже в качестве просто такого дневного парфюма мне очень это нравится даже моему молодому человеку это понравилось он даже не понял что это просто обычные масла он думал что я что-то приобрела новенькое и дорогое причем в общем я довольна этими маслами как мы знаем лимонное масло можно использовать в маске для выбеливания пигментных пятен на лице в общем в инструкциях в принципе все написано я буду пользоваться однозначно этими маслами я ими и пользуюсь так что у меня появились еще таких новых два любимца вот это в принципе и все что я вам хотела показать все мои покупочки апрельские если вам что-то понравилось также пишите мне если есть какие-то советы тоже учту мне очень полезно что-то узнать и от других людей всем также желаю удачных покупок и до новых видео до новых встреч пока пока